Алоха! В этом видео я хочу затронуть такую тему, как замена высокочастотных динамиков в музыкальных центрах Panasonic и Technics, конкретно вот в этих двух марках, потому что корни у них одни, Matsushita, то есть по сути это одно и то же, и динамики у них немножечко свои и отличаются от всяких остальных марок. Зачем их менять? Ну, например, вам достался аппарат с вот такими динамиками. Вот такой динамик нормально звучать не будет, как бы вы ни старались. Даже если вы его заклеите, даже если вы его... Даже если он у вас целый, но замят немножко, как вот тот динамик, например, у него уже звук будет отличаться от изначально задуманного. Он уже станет чуть более тихим. А вот такой вот, он совсем тихий. То есть да, он работает терпимо, можно пользоваться, но громкость не та, а чеха изменилась, особенно на разорванном. То есть это вообще вилы. Все. Вот этим еще можно вполне пользоваться. И вот тот с помятым колпачком, но целым бумажным диффузором будет идти в сравнение с так называемой заменой. Но перед этим я вам покажу, чем эти динамики отличаются от всех остальных музыкальных центров. То есть от остальных динамиков, которые в LG, Sony, Samsung, GVC, iVe. Хотя у iVe тоже где как динамики отличаются, где-то больше, где-то такие же, вроде как в LG, Samsung. Подавляющее большинство динамиков высокочастотных от музыкальных центров представляет из себя вот такую вот конструкцию. Два крепления с вот такой вот ступенькой. И в принципе, если вы не хотите тратиться, и у вас где-то есть такие динамики, вы можете установить и их вместо вот таких. А во всех Panasonic'ах ставятся вот такие динамики на четыре точки крепления с вот таким вот ключиком с двух сторон. И если здесь есть ступенька, то здесь абсолютно плоская поверхность. При этом диаметр самого диффузора, ну чисто визуально, я прям миллиметр в миллиметр не мерил, но чисто визуально диаметр у них одинаковый. Но также у этих динамиков может быть еще и разная чувствительность, мощность, сопротивление. Хотя сопротивления скорее нет, чем сопротивление скорее будет у вас одинаковое. Потому что 90% наверное акустики от центров шестиумные. Вот это пример динамика от Sony. Вот Panasonic с синим диффузором. Вот стоит другая колонка Panasonic. Снимаю гриль и здесь такой же на четыре точки динамик с черным диффузором. Здесь пластиковый колпачок. И в связке еще был пьезоизлучатель SuperTwitter. Здесь полностью бумажная конструкция и колпачок и диффузор. И никакого пьезо SuperTwitter нету. Этот динамик сам прекрасно справляется и звучит лучше вот этой вот модели. Кстати говоря, модели у них разные, но они все по сути плюс-минус одинаковые. У них по-моему у всех маркировка T6, PH, а вот после PH дальше цифры могут быть разные. Т6, PH 11 или PH что-то другое, или они все PH 11, а дальше вот тут G6, а у кого-то будет другая концовка. Здесь четыре клеммы, собственно две на выход пьезоизлучателя, две на входной сигнал. На тех динамиках, которые установлены здесь, только две клеммы. И кстати говоря, да, в тех самых музыкальных центрах Technics, четырехблочных, стоят, не во всех конечно, но стоят такие же динамики. Например, у меня был музыкальный центр, точнее он есть, Technics EH500, и в нем стоят такие же динамики, как здесь. Такие же стоят в такой замечательной модели, с вечно ломающимся дисководом, как VK825. У меня были от него колонки, там модель совпадала динамиков. И еще много-много где. И особенность таких пищалок, что они довольно-таки яркие. И у Panasonic в целом яркое звучание с приростом высоких частот. То есть для тех, кто любит, чтобы цикала посильнее эти аппараты. И вот как раз-таки, когда динамики превращаются вот в такое месиво, цикать они перестают. Их слышно, но ощущения уже не те. Вот эти динамики бывают совершенно разные. И на сегодняшнее видео меня навело совершенно случайное истечение обстоятельств. Весной, полгода назад, я чисто на пробу заказал вот такие вот новодельные аналоги высокочастотных динамиков для музыкальных центров, которые можно куда угодно установить. Также я видел аналоги вот этих динамиков. И на тот момент, когда я их видел, вот эта пара новодельная стоила 1000 рублей. Вот такая новодельная пара стоила 2000 рублей. И помимо вот таких вот новодельных динамиков, я купил вот такую вот коробочку. А в коробочке вот это вот. Вот такие вот универсальные высокочастотники, твиттеры купольного типа, которые вообще обозначены у всех продавцов как автомобильные. В принципе, на это намекает радиатор на неодимовом магните. А еще на это намекает идущие в комплекте конденсаторы емкостью нестандартные 2,2 мкФ, а 4,7. А насколько я понял, чем больше емкость, тем больше диапазон будет охвачен этим динамиком. Например, блин, я вот прям так точно не помню, но короче, если поставить конденсатор 2,2 мкФ или 1 мкФ, то динамик будет отыгрывать меньшую часть всего диапазона, чем, например, с этим. То есть с этим динамиком он захватывает и среднечастотный диапазон, какую-то его часть. А в автомобильной акустике как раз так принято, чтобы твиттеры озвучивали... Как это сказать-то по-умному, блин? Озвучивали чем больше средних частот, тем лучше. Потому что они у вас, например, либо на панели, либо в уголках дверей сверху. И они ближе к ушам, не где-то там снизу. Потому что когда динамики играют где-то снизу в ногах, то звук рассеивается, переотражается и получается хрень. Поэтому в автомобиле чем раньше срез начинается, тем лучше. А в домашней акустике наоборот. Но ничего не мешает и срезать их там, где вы хотите. Это я к тому, что если вы хотите такие динамики установить в домашней колонке, вы можете подключить и на родных кондонсаторах, и срез останется там, где он был по заводу. Либо заменить на вот эти, но лучше на пленку все-таки. И срез будет начинаться пораньше. И, например, нижний динамик у вас отыгрывает среднечастотный диапазон. И вместе с ним этот динамик тоже будет его отыгрывать. Но тут могут всплыть всякие нехорошие нюансы, поэтому это все совершенно индивидуально. И в чем прикол? Эти динамики совсем не похожи на вот эти. Смотрите, он меньше. Он автомобильный. Как ты вообще собрался это все ставить? Вот смотрите, я его прикладываю. И вот такая вот картина. Но смотрите, в чем интерес всей. Картины. Диаметр этого динамика практически равен диаметру именно самого бумажного диффузора родного динамика. А когда динамик установлен в колонках, мы как раз таки и видим тут самый только бумажный диффузор. Так вот, методом научного тыка. Вот эти твиттеры я подключал к колонкам от мусс-центра Кенвуд. И ему они не идут. Они там играют тихо. Несовпадение чувствительности. Но когда я подкинул этот твиттер вот к такому панасонику, то он заиграл прям как надо. При всем том, что здесь еще как раз таки биампинг и бивайринг. То есть здесь 4 усилителя и 4 канала, соответственно. То есть твиттеры от одного выхода играют, а басовик от другого. И здесь в принципе даже можно и без комбинсатора, наверное, обойтись. А производители в колонки комбинсаторы все равно ставят, но это скорее защита от дурака, чтобы кто будет подключать эту акустику куда-то в другое место, просто скрутив по два провода, чтобы эти динамики не спалили. Что касаемо установки. Каково же было мое удивление, когда я вместо вот этого динамика к передней панели с внутренней стороны просто приложил вот так вот этот динамик и оказалось, что вот этот вот круглый выступ, сама вот эта вот передняя панель, то есть вот этот вот край, к которым динамик прижимается, вот здесь вот на бумаге. Короче, вот этот диаметр абсолютно идеально совпал с диаметром самого динамика. То есть я просто его кладу на корпус и вот наружный диаметр динамика равен наружнему диаметру вот этой вот части передней панели, которая внутрь идет. Что это дает? Это дает возможность либо прилепить его на спермоклей, на горячие сопли, потому что в этой, например, модели герметичность передней панели в районе высокосчистотников не важна, потому что там есть внутренняя перегородка, которая отделяет объем основного динамика. В других же моделях иногда такого нету и герметичность важна, но учитывая то, что он хорошо прилегает, вы можете просто обильно облить его суперклей, ой, суперклеем, не вздумайте, нет, сперматермоклеем, то есть по кругу. И герметичность уже будет. Что касаемо вот этих вот незадействованных отверстий, вообще можете не переживать, потому что, оп, здесь уплотнитель. И ничего здесь продувать, задувать не будет. Также на ум приходит более аккуратный вариант крепления данного динамика. Нужно изготовить, придумать для каких-нибудь скобы или стяжки и просто крест-накрест их натянуть на динамик и прикрутить винты, то есть прижать его крест-накрест чем-нибудь. И это будет еще лучше, чем термоклей. Буквально перед самым видео я решил еще раз перепроверить и нашел вот эти динамики. Вот про вот этот новодельный комплект я говорил, то есть корзина, магнит, точно такая же, вот как здесь, которая встанет в любые и панасоники. Но новая катушка, скорее всего, новый диффузор, новый колпачок, совершенно иная маркировка. Корзина вон белая, не желтая. Вот, кстати, габариты. И если полгода назад они стоили 1700-1800, то сейчас они стоят 1100, поэтому вы можете не заниматься тем, что я вам предлагаю, просто быстренько пойти заказать вот такие вот динамики. И, кстати говоря, я не буду скидывать ссылку, чтобы не кормить барыг, потому что сейчас барыги их все скупят. Китайцы просекут, о, актив надо цену поднимать. Вы сделаете скриншот видео и через поиск по фотографии найдите вот этот вот лот. Причем тут странная штука, смотрите, есть такие вот светлые, есть темные, и в отзывах в основном такие, но кому-то пришли вот такие. Выглядят они так, как будто они выцвели на солнце на самом деле. Меня еще прикололо, кто-то из заказавших такие динамики установил их в радиотехнику S30 и походу они туда подошли. И это гениально. Причем, смотрите, здесь даже китайцы сделали с заделом на будущее. Здесь отверстия и есть уголки, а здесь уголки они как будто бы спилены, то есть, чтобы можно было установить вообще куда хотите, чтобы вот эти вот уголочки не мешались, например, у вас отверстия чуть подальше расположены. вот хорошо, что вот этим стали заниматься, вот этими вот аналогами новодельными, но вот когда это было для меня лично востребовано, не было ни вот этого, ни, кстати говоря, вот я пока их искал, там и ролики прижимные уже давно продаются, и оказывается для вот этих капризных ломучих пятидисковых чендеров и шестеренки на 3D принтерах стали печатать, продавать, которые, видимо, трескаются. 5 лет назад всего этого не было. По крайней мере, в легкую оно не находилось, на авито этих лотов не было, никому ничего было не надо, сейчас вдруг всем стало надо, и оно все появилось, а мне стало не надо. Но я вам все-таки хочу настойчиво продемонстрировать вот эти вот динамики, потому что меня давно уже посещала мысль, а вот чтобы в музыкальный центр купольного типа из высокочастотников поставить, потому что бумажные иногда прям бесят. Как я уже сказал, они иногда нормальные в панасониках, как правило, они хорошие, приятные, а в других аппаратах, где они, например, пластиковые полностью, то есть, когда диффузор полностью вот такой вот, зеркальный, например, Томпсон, у меня один такой был, LG такой был, вот те динамики убогие, чисто полностью пластиковые, по крайней мере, те, которые мне попадались, да и бумажные, там, в Самсунгах, в тех же самых, иногда просто слушаешь после чего-то хорошего и бесит, а откровенно говняных купольников импортных мне не попадалось, советские от радиотехники не в счет и от любой радиотехники и веги. Еще, кстати, перед тем, как начну демонстрировать, как звучит с родным динамиком попеременно и с вот этим вот аналогом, я вам еще что хочу сказать, при установке такого динамика вот этот вот супер твиттер пьезоизлучатель вы можете в принципе не подключать вам больше нахрен не нужен, потому что вы его в принципе не подключите, потому что тут две клеммы и они четыре, это во-первых. Во-вторых, внешне он из виду в принципе выбиваться не будет. Если кого-то смущают вот эти вот пустые незадействованные отверстия, можно вот подобную или кстати даже вот эту например, хотя нет, не стоит. Короче, можно вот что-то подобное вырезать и с лицевой стороны наклеить. Она будет как уплотнительная прокладка заодно и как декоративная она скроет эти отверстия. То есть вот тут по кругу например какую-нибудь мягкую штучку наклеить. Бархатную такую же вот как сзади. и по-моему вообще супер будет. А самое это главное если у вас дети и вы делаете это себе а не на продажу вы например закажете аналоги вот этих динамиков и их опять кто-нибудь промнет и вы опять не сможете ничего выпрямить потому что это бесполезно вот это все выпрямлять если кто-то или если еще хуже кто-то порвет как вот этот вот этот если заминается его можно легко выдуть обратно пылесосом ну в зависимости от конструкции конечно где-то придется его снимать как вот здесь например а где-то не придется так что вот у таких динамиков реально есть все шансы стать хорошей заменой штатных динамиков Panasonic Technics так ну что давайте все-таки послушаю я буду попеременно переключать высокочастотные каналы и выходы поскольку у него бямпинг то есть низкочастотник будет играть один постоянно постоянно ну вы поняли в общем и сейчас играет родной динамик да кстати эквалайзер стоит плоский то есть выключен то есть сравнение на звуки без приукрашения переключения динамиков вы услышите выключается выключить выключение Продолжение следует... Сейчас играет родной. Продолжение следует... 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 Так, сейчас я что-нибудь еще найду за кадром... О, я нашел... Так, сейчас играет новодел... Эту песенку хочется погромче... Продолжение следует... 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 Где Rockset, сука? Я Rockset хочу вам поставить. Эх, придется поуставить. Так, ну погнали. Темно. Какие-то универсальные динамики с Алиэкспресса уделали родные динамики. Правда, не с первой попытки. Так, ладно, на этом, пожалуй, пока что все. Пока с этими динамиками история встает на паузу. Куда их вставлять, я не знаю. С чем еще их сравнить, я тоже пока не знаю. Тут выпал как раз очень удобный момент, когда бямпинговое подключение прямо на ходу можно переключать. Я думаю, вы поняли, что когда вы слушали родной динамик, получается оба сигнала шли с левого канала, а когда играл вот этот вот динамик, он играл правый канал, а басовик играл левый канал. Но это так, для справки. В общем, какой вариант вам понравился больше, пишите в комментариях обязательно, потому что примерную картину телефон точно передаст. Вы только смотрите в нормальном качестве. не в 360, не в 480, и лучше даже не в 720p. Ну, минимум в 720p. Потому что чем ниже качество, вот особенно ниже HD, тем более сжатый, пережатый, корявый звук, алгоритмы Ютуба, так сказать. А если не тянет, то включайте VPN. Потому что на качестве 480, то вы ни хрена не поймете. И будет шо то хуйня, а шо это. Спасибо за субтитры.